Вы смотрите ННТВ в прямом эфире интерактивный канал День за днём. В студии Оксана Ткаченко и Илья Приходько. Здравствуйте. Вот на данный момент у нас в стране на онкологическом учете состоят около 4 миллионов человек. Эти люди ежегодно с помощью медицинских работников, конечно же, борются с раком. Накануне, кстати, отмечался Семирный день борьбы с онкологией. Как ситуация с этим обстоит у нас в Нижегородской области? Разбираемся вместе с вами. День за днём. Поехали. День за днём. Тем более, что сегодняшняя тема довольно сложная для восприятия, но тем не менее, не могли мы в неё никак пройти. Я согласна с тобой, тема, на которую говорить сложно, но тем не менее, обходить её стороной тоже невозможно. Потому что если даже посмотреть по социальным сетям, если включить выпуск новостей любого телеканала и увидеть о том, что людям нужна помощь, вот и мы не могли обойти стороной, и хотим рассказать сегодня вам, где у нас в Нижегородской области можно получить квалифицированную помощь, если вы попали в беду вот в таком направлении, в направлении онкологии. Расскажем живые истории о людях, которые победили онкологию. Люди у нас появятся в студии, мы на телефонной линии также с ними пообщаемся. Построим программу в позитивном русле. И вообще мы с Илью и хотим, чтобы у нас в эфире периодически возникали истории, которые давали бы какое-то воодушевление и надежду тем людям, которые сейчас больны, а мы бы рассказывали о тех людях, которые победили рак. Да, тем более здесь каких-то, наверное, скоропалитных эмоций совсем не нужно, потому что наши коллеги-журналисты, да и мы сами часто грешим, вот какое-то серьезное, не знаю, заболевание, которое затрагивает массу, все, чума 21 века, говорим однозначно, да. Так говорили про онкологию сейчас, коронавирус, все, чума, 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 ну вот как-то, да, такой ярлык приклеился. Но тем не менее, давайте попытаемся отделить котлеты от мух сегодня, дать слово экспертам, конечно, которые расскажут об этом больше, ну и поймем, какова ситуация в нашем регионе сейчас, и как ты правильно заметила, мы слушаем истории. А пока обращаем ваше внимание на наше социологическое голосование в группе ВКонтакте, как это всегда бывает, мы запустили опрос для тех, кто нас в интернете преимущественно смотрит, и три варианта ответа предлагаем. Сам вопрос звучит следующим образом. Вы верите в победу над раком? Первый вариант для голосования, да, ученые обязательно найдут способ. Или уже нашли. Да, уже и сейчас, да, очень близки, мне кажется, к раскрытию этого секрета, как можно это заболевание победить, потому что буквально накануне одна из девушек, ученых Нижегородской области получила президентский грант как раз в этом направлении борьбы с онкологией. Вариант второй в нашем опросе. Вот для тех как раз, кто запуган, наверное, кто загружен, может быть, какими-то ярлыками или, не дай бог, сталкивался на личном примере, нет, вот от этой напасти сегодня нет лекарства. Ну, вы не верите в какой-то позитивный исход борьбы медицинского сообщества и онкологии, и вы как-то очень так все однозначно воспринимаете. Вот просто интересно, есть ли люди, которые не хотят слушать ничего другого, а только придерживаются такой точки зрения. Такова вторая позиция в нашем опросе сегодня. Вариант третий. Есть болезни и пострашнее. Но на самом деле не только от онкологии погибают люди у нас в стране. Мы сегодня у специалистов спросим, наверняка есть болезни, которые также превалируют в том плане, что вот от них нижегородцы, россияне страдают чаще, чем от онкологии. Просто когда говорят диагноз онкология, это звучит, наверное, вот просто звучит страшнее, чем все остальное. Ну, а другие болезни не менее опасны. Пишите комментарии, голосуйте, оставляйте свои истории. Телефон прямого эфира также работает. Напомню, 434-3477. Самое главное, специалисты готовы, которые появятся. Вот уже готовы, приготовили бумажки и ручки для того, чтобы записать ваши координаты. Если есть какие-то вопросы, и вам требуется какая-то помощь, консультация, решение проблемы в этом вопросе, в этой сфере, вы не стесняйтесь, звоните, задавайте свои вопросы, будем решать их вместе. Еще раз наши координаты. Телефон прямого эфира 434-3477. Также социальные сети тоже к вашим услугам, как говорится, в таком случае. Но вообще, когда мы говорим о теме, связанной с онкологией, мы всегда говорим о том, что есть и благотворительные организации, благотворительные фонды, которые помогают очень часто, может быть, государству, да и самим онкобольным как-то пройти вот этот непростой путь. И, наверное, самый известный фонд вообще в Нижегородской области, наверное, и за пределами, это фонд НОНС, который как раз и занимается с вопросами. Помогает детям. Потому что давайте мы отдельно блок введем сейчас в наш эфир. Отдельно поговорим о детской онкологии, отдельно поговорим о взрослых, которые также переживают эту болезнь. Вот эту первую часть эфира мы посвятим детской онкологии. Действительно, мы не раз в эфире устраивали благотворительные марафоны, говорили о том, что детям, которые находятся в областной больнице с онкологическими заболеваниями, нужна наша с вами помощь. Курирует все это фонд НОНС, курирует и хорошо это делает уже не первый год. И у них есть на сайте прекрасный презентационный ролик того, что они делают. Он не оставит равнодушного никого. Давайте посмотрим. Шумные улицы, тесные города, Воздух заряженный дымом, Небо опуглится, скроется в никуда. Люди, бегущие мимо, Ты не услышишь крика о помощи. Время в большой цене Стены огней Сдавят виски сильней Обернись Мне не встать без твоей руки Не услышать пение сердца Обернись Мне не встать без твоей руки На холодных ветрах не согреться Белым по осени Значит, уже зима Люди, бегущие мимо, Скроются в никуда Ты не услышишь крика о помощи Время в большой цене Стены огней Сдавят виски сильней Обернись Мне не встать без твоей руки Не услышать пение сердца Обернись Мне не встать без твоей руки На холодных ветрах не согреться Обернись Им не встать без твоей руки Ну и предлагаю сразу позвать гостей В нашу студию Во-первых, это главный детский онколог Нижегородской области Людмила Привалова Приглашаем Людмилу Павловну Людмила Павловна, приходите Присаживайтесь И координатор проектов НОНС Ирина Жирнова Ирина, мы тоже рады вас видеть И вот эти люди занимаются самым важным, что может происходить с нашими детьми, когда они попали в трудную ситуацию Людмила Павловна, не первый год уже видите глаза детей, которые попали в сложную ситуацию Еще сложнее видеть глаза родителей, которые пытаются достучаться Вот наверняка вы тоже тенденцию какую-то наблюдаете От года к года детей, которые заболели онкологией, становится больше? Нет Я так сказать не могу Ну, во-первых, я хочу вам сказать Что вчера был день защиты международной борьбы рака взрослого населения А 15 февраля празднуется у нас во всей стране и за рубежом день борьбы с раком у детей Детский рак Он отличается от взрослого во многом Детские болезни совсем другие, не такие, как у взрослых Сказать, что рост заболеваемости Вот я 32 года заведую этим отделением Мы не можем этого сказать Заболеваемость колеблется От 11 на 100 тысяч детского населения заболевает детей ежегодно И до 14 Среднероссийский показатель 14 Мировой и европейский 11,3 11,4 У нас вот в этом году заболеваемость 12,8 В прошлом году была 14 Позапрошлым была 11 То есть она не постоянно Но сказать, что имеется вот рост заболеваемости Мы, конечно, не можем Хотя Без работы мы никогда не остаемся Дело в том, что в некоторых прилежащих к нам областях Нет вообще детской онкологической помощи Например, во Владимирской области Неожиданно И в наше, так сказать, отделение Весь год сейчас поступают оттуда дети У нас уже были дети из Костромы Там тоже нет детской онкологической помощи И были дети из других регионов Поэтому мы не только своим детям оказываем помощь Но еще и помогаем соседям Там, где детям помощь оказать не могут И хорошо, что у нас есть специалисты И такое отделение, которое может помочь Ирина, в чем тогда вот Ну, кажущийся вот этот рост? В том, что мы стали об этом больше говорить? В том, что мы стали больше помогать? Как вы думаете? Я думаю, что да, действительно Сейчас вовлеченность, она намного больше И люди действительно помогают И поэтому как-то на общем фоне Кажется, что это действительно стало Ну, как-то больше этого, да, Людмила Павловна? Просто раньше все равно как-то об этом меньше говорили Это было очень камерно, произошло в семье И они как-то сами переживали всю эту историю Ну, понимаете, сейчас еще улучшилась диагностика Улучшилась, так сказать, информированность населения Особенно в сельских районах Ведь надо сказать, что вот, например, в этом году 60% детей, заболевших злокачественными опухолями в нашей области Это дети областные И только 32% это жители Нижнего Новгорода Поэтому, конечно, вот сейчас мы проводим вебинары Это телеконсультации И лекции читаем для всей области Выезжаем в районы области Где проводим тоже такую разъяснительную работу Просветительскую работу И, понимаете, к сожалению, вот по статистике Мировой статистике, не только нашей, российской 65% детей, которые поступают с запущенными формами рака Это причина неосведомленности и недостаточная, так сказать, информированность Врачей первичного звена И только потом идет 17% родителей И 18 только процентов Это сложность диагностики именно у детей Особенно при внутренних локализациях, а не наружных Поэтому наша задача сейчас именно Развивать онкологическую настороженность у врачей Чтобы к нам вовремя направляли детей Чем раньше начато лечение, тем лучше прогноз Но надо сказать, я уж еще скажу Дети поправляются очень часто У нас выживаемость при некоторых заболеваниях 85%, 90% И не просто поправляются Они создают здоровые семьи и рожают здоровых детей У нас уже столько внуков Вот у некоторых детей уже по двое и по трое Они все тоже уже ваши дети, да? Да Давайте один из эпизодов Девушка, которая благодаря вашему общему участию Сейчас выздоровела, победила онкологию Кристина Козленко Ирина, вы знаете, о ком я говорю Потому что и вы ей помогали Людмила Павловна, и вы ей помогали Она с нами сейчас на телефонной линии И она не только победила онкологию Но и продолжает быть волонтером Помогая как бы всем остальным Разобраться во всем этом сложном мире Кристина, добрый день Здравствуйте, вы в эфире Здравствуйте Вот те слова, которые вы скажете в нашем эфире Для многих, ну, если не будут каким-то способом к действию То, наверное, каким-то способом вдохновения Потому что самое, наверное, страшное Это когда ты узнаешь, да? Что вот у тебя это случилось У тебя там рак, онкология Вот вы как нашли в силы бороться в себе? Как идти дальше? Как себя убедили в конце концов? Да, это очень непросто Особенно, когда ты еще совсем молод И кажется, что жизнь твоя только начинается И в один момент тебе говорят, что все может уже закончиться А на самом деле ты еще по факту не успел ничего сделать в этой жизни И очень сложно это принять, осознать И как-то начать действовать Поддерживать свой дух, настроение, настрой на победу Это очень непросто И в таких моментах, как мне кажется, что мне очень сильно помогло Это люди схожей ситуации Я нашла поддержку у человека, который также был в этой похожей ситуации И именно благодаря таким людям, которые прошли этот путь Они вселили в меня веру и надежду на то, что все закончится обязательно хорошо Если получилось у них, значит это возможно И у меня все получится И так же я буду дальше жить с полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывая Просто нужно пройти это испытание И дальше все будет хорошо И главное вовремя обнаружить В вашем случае как раз именно вот та история О том, о чем мы уже успели поговорить в нашем эфире На ранней стадии все было выявлено, так или иначе Да Врачи достаточно четко поставили диагноз и начали предпринимать необходимые действия Но время на постановку диагноза это очень длительный процесс И очень важно не упустить это время И как можно оперативнее провести все необходимые обследования, исследования И грамотно назначить лечение Ведь поставить диагноз и уже отталкиваясь от этого назначить лечение Потому что можно очень упустить время Если неправильно указать диагноз Либо не обращаться ко врачам Терпеть какую-то боль, недомогание И упускать эти моменты Ведь я знаю, что очень многие люди В том числе я Пока пепух не клюнет Пока уже совсем не приспичит Мы редко обращаемся И упускаем это драгоценное время Поэтому важно Слушать рекомендации врачей Дружить с ними И быть с ними на связи Тогда это дает большой процент того Будет успешный результат Кристина, сейчас у нас в студии находятся люди Которые были сопричастны к вам Сложные ситуации Ирина Жирнова, Людмила Павловна Привал Вы можете передать им привет И слова благодарности, если хотите Я очень рада Кристина вас тоже слышит Поприветствую Безумно благодарна этим людям Потому что они сыграли большую роль В моей жизни Они были рядом И помогли мне Как с финансовой стороны Так и с моральной стороны Поддержку И духовную И физическую И это все в совокупе Сыграло большую роль И помогло мне в моем процессе Выздоровления И я им безумно благодарна Я люблю их Всем сердцем и душой Я понимаю Для меня это семья И все люди, которые Окружали меня И поддерживали Они часть меня И мое выздоровление Это их заслуга Это наша общая победа Спасибо Я очень благодарна Благодарим вас Кристина Козленко Человек, который победил онкологию Сейчас полноценно живет Полноценная семья у человека Победил онкологию Я думаю, что многие хотели бы Его и к себе применить И те, кто сейчас борется с онкологией Но я бы вот к чему хотел вернуться Людмила Павловна сказала Что в Нижегородской области Помощь онкобольным детям есть Она выстроена А во Владимирской, Костромской Меня в голове не укладывается Мы говорим сейчас об онкобольных детях Почему в Нижегородской области есть А в соседних нет Государство как вообще смотрит На детскую онкологию Потому что странная ситуация Для меня странная Как для человекостороннего наблюдателя Вы знаете Мне трудно ответить на этот вопрос Потому что я живу в другой области Где в одной из первых Вообще еще в 75-м году Было открыто первое отделение Детской онкологии Сначала оно просто входило в состав Областного онкологического диспансера Но располагалось на территории Детской больницы И жизнь показала Что входить оно должно Именно в состав детской Многопрофильной клинической больницы Там, где есть другие специалисты В которых мы часто очень нуждаемся Мы этим даже отличаемся от Москвы Например, в онкоцентре Чтобы пригласить какого-то специалиста А нам часто нужен и нефролог, и кардиолог И другие специалисты У них это большая проблема Это надо искать Откуда-то привозить А у нас все в одном месте Все на одной площадке И сейчас в нашей стране Идут именно по этому пути Мало где в онкологических диспансерах Остались детские отделения Они все практически базируются На базе детских Многопрофильных больниц Это очень важно У нас есть телефонный звонок Подсказывают нам режиссеры 4343477 Работаем в прямом эфире Добрый день, мы слушаем ваш вопрос Здравствуйте Я очень благодарна этим врачам Людмиле Павловне Константину Романовичу Элене Анатольевне То, что они вылечили меня Это 25 лет тому назад было Спасибо им большое Вот, к сожалению, ушел человек Не успел представиться Хотел спросить, как 25 лет назад Развивалась эта история Как человек пришел, скажем так К своей собственной борьбе Самое главное, 25 лет у человека Полноценная, успешная, счастливая жизнь Ирина, вот на самом деле У вас эти детские истории Перед глазами тоже проходят каждый день Хотелось бы, чтобы вот эти истории закончились Ну пусть вы останетесь без работы Но чтобы дети были здоровы Конечно, хотелось Мне кажется, наверное, об этом мечтает каждый Я как мать, во-первых, мечтаю о том Чтобы таких заболеваний не было И они были, не знаю, как простуда И пусть мы останемся без работы Я думаю, что мы не останемся без нее Потому что мы найдем, чем заняться Ирина, такой еще вопрос Он может показаться немного странным Но тем не менее Фонд благотворительный И люди жертвуют свои средства Потому что онкология иногда требует Дорогостоящего лечения Каких-то лекарств очень дорогостоящих Вот насколько Например, возьмем Нижегородцы Насколько они вообще откликаются? Вы говорите Мы помогаем онкобольным детям Если хотите помочь Есть такая-то помощь Не только денежная Мы знаем об этом Откликаются ли? Понимают ли всю глубину проблемы? Потому что всякое ведь бывает Ну, во-первых, хочется сказать Что вот за 6 лет работы точно Мы не сделали ни одного отказа врачам То есть если врачи нам говорят Что этому ребенку нужна помощь То мы берем ребенка на сбор И значит мы собираем для него деньги Это уже говорит о том Что находятся люди, которые помогают За прошлый год За прошлый год физических лиц Было порядка 5 тысяч человек То есть те, кто внесли пожертвования 64 организации Из них 20 организаций Которые поддерживают нас уже На протяжении многих лет регулярно И в позапрошлом году Там было 3800 человек Ну и организаций примерно столько же То есть количество растет Желающих помогать Да, да То есть это Ну, то, что 26 миллионов в прошлом году 26 миллионов в позапрошлом году То есть это большая достаточно сумма Она была собрана И лекарства были вовремя детям Ирина, я зацепилась за фразу Которую вы сказали Что после того, как к вам обращаются врачи Только тогда вы начинаете помогать А если прибежала мама Которая в горе и печали Говорит, мне срочно нужно лечение Причем я хочу лечение в Германии Или в Израиле Вы будете в такой ситуации помогать? Самые главные наши эксперты Это врачи То есть мы никогда ничего не делаем без них У меня нет медицинского образования У моих коллег тоже Поэтому какая бы ситуация ни была Мы всегда идем через экспертов Которые нам говорят, раскладывают Иногда у родителей бывает такое состояние Что они там в такой Замешательстве Да, тяжелой ситуации Они прибегают И иногда они что-то недопоняли Поэтому мы всегда действуем через врачей У нас на каждого абсолютно ребенка Есть запрос от больницы О том, что мы просим вас Такому-то ребенку оказать такую-то помощь А можно я скажу? Да, конечно Вы знаете Вот у меня много детей Получили помощь в Германии По разным каналам Но Те дети Которые там Лечились Мы бы их тоже вылечили А вот те дети Которых мы бы не вылечили И они туда поехали Они и там не вылечились И их культурно Отправляли К нам На палеотивную помощь Понимаете? Понимаем, да Уровень наших специалистов И нашей медицины Которая есть Нисколько не хуже И мы готовы помогать нашим детям И вот наше общество Детских онкологов Гематологов Да И оно Очень сотрудничает Со специалистами Из Германии Уже давно И мы работаем с ними По единым протоколам И на все наши Мероприятия Съезды Конференции Обязательно Приезжают Зарубежные гости И выступают Наравне с нами С нашими специалистами И делятся своим опытом Людмила Павловна Если есть возможность Вот дать совет Вы говорили Что важно На начальном этапе Понять, что с ребенком Что-то не так Что делать родителям? Каких добиваться Исследований Диагностики Когда они приходят В обычную поликлинику Для того, чтобы Их направили В нужном направлении Чтобы они понимали Как действовать дальше Все это зависит от того Где у них Располагается Болезнь Образование Если это наружная локализация И ее видно глазами То нужно просто Сразу Направляться В областную детскую больницу На прием К детскому онкологу Который принимает Ежедневно С 8 до 15 часов Причем у нас Принимают Не какие-то Амбулаторные врачи А врачи Из отделения По очереди Все ведут прием Все врачи Высшей категории И очень опытные И они всегда Правильно Вовремя поставят диагноз Главное К нему надо попасть Но если это локализация Внутренняя И тут не всегда Так быстро Можно разобраться И поэтому Все-таки Если это грудная клетка Надо обязательно Сделать рентгенографию Если это брюшная полость Это надо сделать Ультразвуковое исследование Это начальный этап Обследования И если хоть что-то там Не так Есть хоть малейшие Подозрения Мы ни разу Не отказали Ни одному пациенту У нас больные С подозрением Всегда зеленая улица И нет никаких очередей Мы всегда Об этом говорим Есть может Какая-то очередь Для плановых больных Которые не нуждаются Ни в какой экстренности Но в любом случае Решить вопрос можно Как только родители Обращаются Какой-то просьбой Пожелание Ирина Сколько сейчас Детей у вас В НОНС Которые нуждаются В помощи Ну сейчас На сайте Порядка Одиннадцать человек То есть Как всегда Вся информация Есть Все можно найти Все суммы Которые необходимы Для сбора Также известны Да О борьбе с онкологией Говорим сегодня И вот по крайней мере По итогам первой части Нашего эфира Мы пришли к выводу Что это точно Вот есть банальное выражение Там рак Не приговор Но вот как бы оно Банально не звучало Главное вовремя Обратиться Главное не постесняться Прийти Да Если речь идет Особенно о детях Ну вот Сами все видели И слышали Я верю специалистам Которые говорят Что можно Нужно Приходите Двери больницы Которые связаны С онкологией Для вас Открыты Если в этом нужна помощь Можно обращаться К специалистам Достучаться Для того чтобы Уже на первом этапе В первые же Я не знаю Часы, минуты, дни И месяцы Распознать Что что-то происходит не так Это касается Не только детей Но и взрослых И мы приглашаем В нашу студию Нашего гостя Главный врач Нижегородского областного Клинического Онкологического диспансера Без пяти минут Главный онколог Нижегородской области Хорошо Пусть будет так Сергей Гомоев Сергей Викторович Проходите Пожалуйста Проходите Поздравляем вас Со всеми новыми значениями Лицо новое Молодое В нашей медицине Как мне кажется И хочется Поздравлять вам удачу На старте сейчас Хотя тема непростая Прежде всего Много работы? Спасибо Спасибо за приглашение Работы действительно много И работы у нас тоже достаточно Ее хватит Я прежде всего Хотел бы поблагодарить вас За то, что Вы задали Вот такой позитивный тон общения Потому что К сожалению Вокруг этой проблемы Часто складывается Такая негативная ситуация Но по-другому Никак не получится Я вам скажу Когда 15 лет назад Я пришла за помощью к врачу С какой-то Обычным таким вопросом Обычной проблемой И мне в результате Выдали направление В онкологический диспансер Знаете Я вышла от врача Просто на ватных ногах Потому что По-другому Быть не может Дальше онкология И что дальше тебя ждет Никто не знает Ну вот мы сегодня Как раз пытаемся Поговорить о другом Поэтому мы пытаемся Да, в позитивном ключе Выстроить И самое главное Показываем этих людей От которых зависит И успешность борьбы с онкологией Давайте мы сначала Посмотрим видеоматериал Который подготовили наши коллеги О том, как работает Вот онкологический центр У нас в Нижегородской области Прямо сейчас на ваших экранах На обследование В онкологический диспансер Михаил Петров Пришел вместе с мамой Рассказывает Объявление О дне открытых дверей В рамках Всемирного дня Борьбы против рака Увидел в интернете И сразу решил Воспользоваться Возможностью Бесплатной консультации Сын предложил обследоваться Потому что как бы давно Разговор шел о том Что некоторые родинки беспокоят И хочется просто узнать Свой статус Страх есть Страх есть узнать о том Что у тебя что-то не в порядке Но лучше узнать об этом раньше И принять какие-то меры Нежели узнать Когда уже ничего нельзя будет сделать Специалисты напоминают Современная онкология Располагает большим спектром Возможности лечения заболевания Важно лишь выявить его Как можно раньше Основной фактор появления Новообразований Ультрафиолетовое излучение Поэтому главная мера профилактики Ограничение его воздействия Иначе говоря В теплое время года Находясь под солнцем Не забывайте о солнцезащитных средствах Головном уборе И хороших солнечных очках Кроме того Помните об уходе за своей кожей Необходимо осматривать Кожные покровы самостоятельно И в том случае Если выявлено Новообразование Которое появилось вновь Или то новообразование Которое было раньше Стало изменяться То в первую очередь Стоит обратиться К дерматологу Или онкологу Первичного онкологического кабинета По месту жительства Затем При необходимости Пациент будет направлен дальше В онкологический диспансер Одна из главных целей акции Объяснить жителям Обратиться к врачу Не страшно В рамках акции Волонтеры-медики Проводят лекции В стационарах Где рассказывают О психологической поддержке Родственникам больных Основных факторах Возникновения заболевания И просто напоминают гражданам Как важно Не откладывать свое здоровье В долгий ящик Вот наши телезрители Пишут комментарии Звонят нам Напоминает Телефон 434-3477 Сергей Викторович Ну вот видимо Вам придется ответить На вопрос в интернете От нашего телезрителя До сих пор не понимаю Как государство Не гарантирует Весь пакет лекарств По системе ОМС Ведь это серьезная беда Рак Ну вот Люди об этом участвуют Почему государство Не покупает все Сразу препараты Зачем собирает средства Сейчас благодарительные фонды И так далее Это очень хороший вопрос Дело в том Что на сегодняшний день Нет ни одного государства В мире Которое бы позволило себе Полностью обеспечить Всех пациентов Всеми возможными В том числе Только-только вышедшими Новыми препаратами Дело в том Что Государство берет на себя Нагрузку За обеспеченные препаратами Теми Которые действительно Крайне эффективны И крайне полезны Для наших пациентов И это доказано Вот если эти препараты Есть Их эффект действительно доказан То независимо от стоимости Этого препарата Государство обеспечивает Наших пациентов Этим лечением Дело в том Что Фармацевтические компании Развиваются очень быстро И периодически Появляются те препараты Эффективность которых Еще не доказана На больших Крупных клинических Исследованиях И вот Обеспечивать такими препаратами Ни одно государство В мире не может Это делается Либо в рамках Клинических исследований Либо за счет Благотворительных фондов И различных ассоциаций В нашей стране На сегодняшний день Есть практически Все современные препараты Которые Получили подтверждение В крупных исследованиях Своей эффективности Сергей Викторович Давайте по направлениям Посмотрим Главный онколог России Заявил о том Что самый распространенный Витонкологии Сейчас у нас в стране Это рак легких Что происходит у нас В Нижегородской области Разделяется ли как-то Для мужчин и женщин Чем чаще Боятся Где локализован рак Даже так точнее Тут такая ситуация Что Нижегородская область Она принципиально По показателям Заболеваемости И смертности В плане спектра заболеваний Она не сильно отличается Не только от России Но и от большинства Похожих на нас стран Европейские страны Соединенные Штаты Америки И действительно На сегодняшний день Рак легкого Если мы будем смотреть На оба пола И на мужчин и на женщин Он является такой Одной из самых грозных проблем Как в плане заболеваемости Так и в плане смертности От онкологических заболеваний Безусловно У мужчин и у женщин Спектр разный И это связано Со многими Вполне естественными причинами У женщин Превалирующие позиции Разные у нас организмы В общем-то Совершенно верно Да И у женщин Превалирует Рак молочной железы Например Но Заболеваемость и смертность Не одно и то же На сегодняшний день У нас есть Разные возможности Лечения Разных локализаций И это тоже Вкладывает свой Большой вклад Вот в наши результаты Давайте продолжим Эфир на позитивной ноте Собственно говоря Как мы и начали И сейчас В нашей студии Появится Настя Давыдова Наш друг Человек Мы редко с кем Позволяем себе В студии говорить на ты Настя, привет Мы рады тебя видеть И рады, что ты Сегодня с нами в студии Для нас с Ильей Был прям вот как Гром среди ясного неба Шелк такой у нас настоящий Код назад Когда мы увидели От тебя послание В фейсбуке Что у Насти Давыдовой Онкология Ты сама Вот когда услышала Это от врачей Как ты это пережила? Я это пережила Очень спокойно Но тут нужно понимать Что когда я попала В больницу Не в профильную А в Боткино С подозрением На фолькулярную ангину Я просто замучилась Уже от того Что я лечусь Непонятно от чего Самостоятельно Естественно И мне сообщили о том Что у меня Острый лейкоз Я такая посидела Переварила Наверное сутки Может чуть больше И только потом Я вообще это озвучила Своим родителям Друзьям И так далее Как они отреагировали? Это ведь тоже очень важно Как отреагируют родственники Ну конечно Реагируют все по-разному Кто-то сразу начинал Там плакать И говорить На кого ж ты нас Мы видели эти комментарии Когда вот люди Я не знаю Каково это было Читать тебе Мне сложилось впечатление Что некоторые говорят Ну все На этом все Настя нам очень жаль Именно на этом все Они сразу были забанены Ты их сразу выгнала Из своей цифровой жизни Но я очень благодарна В первую очередь Родителям И братьям Что они собрались И они максимально Меня поддержали морально То есть Когда У них заканчивались С силой Начинались сопли Они деликатно Уходили в сторону Вытирали сопли И возвращались Снова ко мне У тебя была огромная поддержка В виде всех твоих друзей Друзей твоих родителей И все Кто Я не знаю Был тогда активен Дзержинский Мне кажется Пришли на тот концерт Который организовали Твои друзья Давайте вспомним Как это было Буквально минутку С того концерта Поможем Насте Так звучало Ты мог поставить себе Задачу Искать корону Стремиться К трону 800 рублей 2 900 рублей 900 1000 Долларов Рублей 1000 Моей душе Светет весло Знаете, девочки Я вашим мальчиком Не стоит дать Свою любовь Пусть все будет так Как не закончишь Пусть твои глаза Как прежде горят Я с тобой от меня Сегодня Это ночью На моей памяти Это дорогого стоит Согласись Конечно Мурашки по коже Я смотрела прямой эфир Первая часть концерта Мне была доступна Потом что-то Какой-то был сбой Сбой со связью Но это было просто Что-то Знаете, с одной стороны Подключена химия С другой стороны Еще что-то воткнуто И я просто Смотрю У меня и слезы И радость И смех И я разговаривала С теми, кто передавал мне привет Это очень было классно Многие нижегородские СМИ Тоже об этом рассказывали Потому что На моей памяти Какого-то такого события Масштабного Тем более в Дзержинске Где все нижегородские группы Известные Такого не было Знаете, мы сегодня Рассказываем о таких историях Когда и поддержка И собственная воля Помогали встать на путь Борьбы с онкологией У нас есть еще одна история Человек Историю, которую мы увидели В соцсетях с тобой Но она, мне кажется Не оставила равнодушным Абсолютно никого И все как-то Себе на стену Запустили эту историю И мы сейчас ее готовы Услышать в эфире С нами на связь Выходит Никита Полуда Никита Полуда А то, что он Пережив все, что есть Сейчас хочет сделать так Чтобы люди, которые Пойдут по его пути Как-то проживали этот путь Чуть легче Никита, добрый день Здравствуйте, вы в эфире Добрый день Никита, ну вот Вы удивительный человек Мало того, что вы Прошли это все сами Вы еще готовы Сейчас помогать Другим онкобольным У кого рак желудка Для кого проблема С рационом стоит сейчас Во первых строках Как это все случилось В вашей жизни Как вы пришли К такому итогу, как сейчас Ну, потому что я Начал искать информацию Сразу, как только узнал О своем диагнозе Начал искать информацию В сети Ну, в интернете И не мог найти Нормальных Способов Как восстанавливаться Как питаться Вот Разрозненная информация Была везде Я начал для себя До операции еще Понимать, что Желудка не будет И каким-то образом Придется жить с ним То есть С этим диагнозом И восстанавливаться Как правильно питаться Ну и вот Записывал по крохам Пытался готовить До Уже Операции Всякие Слизистые супы Ну вот Потом Сама операция И Я опять Токов вышел в строй Буквально Через Неделю после больницы Я уже начал Стоять у плиты Ну вот Очень важный момент То есть вы еще До операции Уже поняли Что будете жить После нее Вот таким образом Ведь очень многие Слышат это И думают Ну вот Не хочется уже Не жить Ничего И никаких-то планов Тем более строить А как у вас Так получилось Никита Вот за что Вы нашли Вот эту зацепку Какую-то Да Причину Почему вы сказали Вот я точно Буду жить Да Да Будет вот Сложно Я буду искать Способы Но я жить Буду Вот это Очень важно Ну я могу Сказать что Я был всю жизнь Гастроманьяк Наверное так Это звучит Или Раб Желудка Теология Это не меняется Если желудок Удаляют Я все равно Люблю вкусно Поесть И стремление К вкусной еде Красивой еде Но теперь уже Не просто вкусной И красивой Но еще и полезной Вот И потом я Всю жизнь Любил рыбалку Лес И понимал что Ну это Сложить руки И ничего не делать То никакой У меня не будет Ни рыбалки Ни вкусной еды Ни Никаких удовольствий В жизни Да Вот поэтому Я взял себя в руки Сказал что Надо Если его нет В желудке То значит Жизнь то не останавливается На этом Вот Я принял себе решение Что все нормально Операцию делаем Сделали операцию В институте Герцена И вот я Какой есть Продолжаем жить Никита Насколько я знаю У вас есть желание Сделать такую брошюрку Вот с вашими советами С вашими рекомендациями Для того чтобы Потом раздать В отделениях людям Которые Тоже переживут То же что и в Я правильно понимаю Да Есть идея Брошюра Совместно с врачами Создать ее Чтоб все было правильно Потому что у меня Путь это мой путь А без помощи врачей Я шел к этому А тут совместный Такой творческий Союз хочется сделать Врачи помогали В написании мне В этой брошюрке С маленькими рекомендациями Как при химиотерапии Как после операции Как себя питаться Как вести Что больше двигаться надо Есть нежирную пищу Ну вот такими рекомендациями Я бы с удовольствием Сам бы раздавал Эти листовочки Пациентам Чтоб они приходили На мой сайт Который я создал И смотрели Более подробную информацию На сайте И общались С врачами По моей задумке Это должен быть Как бы интерактив То есть врачи Отвечают на вопросы Пациентов Классная задумка Мы пожелаем вам Исполнения Вашей мечты И пожелаем Конечно же вам здоровья Спасибо большое Что нашли время И вышли в эфир Насколько я понимаю Никите еще Немного не хватает Для того чтобы Профинансировали эти брошюрки Поэтому если Есть неравнодушные Нижегородцы Или кто увидит На ютюбе С просторов России Можно финансово помочь Никита Полуд Он легко находится В социальных сетях Да я думаю Что вы легко поможете Сергей Викторович Ну вот У нас много историй Психологически Позитивный На самом деле да И мы понимаем Что психологическая помощь Вот в таких случаях Когда человек говорит У тебя рак Психологическая история Она очень важна Сами врачи-онкологи Можно ли их назвать психологами Не знаю Учат ли этому отдельно О том как сказать человеку Что у него он И как его поддерживать потом Очень хороший вопрос Потому что на самом деле То чего могут добиться врачи Очень во многом зависит От того на что настроим пациенты Вы только что видели Сейчас два прекрасных примера И эти прекрасные примеры Прежде всего И связаны с тем Что человек Который к нам приходит Не останавливается Не опускает руки У него есть желание жить Он понимает Ради чего он хочет жить И у него есть желание бороться И в таких условиях Врачам помогать такому пациенту Гораздо проще И те результаты Которые мы достигаем Они гораздо лучше Безусловно Каждый врач-онколог Еще на этапе обучения Учится общаться с пациентами Учится правильно Преподносить ему информацию Учится как лучше Эту информацию преподать Но безусловно Здесь нужен специальный человек Нужен специалиста Более глубоко Владеющий этой информацией И у нас на сегодняшний день Когда мы окончательно Обследовали пациента И готовы принять решение По тактике лечения Мы это делаем на консилиуме И на консилиуме Обязательно присутствует Специальный человек-психолог Который после каждого нашего решения Готов общаться С каждым нашим пациентом Для того, чтобы понять А что больше всего Беспокоит человека Потому что у всех Проблемы и видение жизни разной И всех беспокоят Разные моменты И в обследовании И в лечении И в дальнейшей судьбе И вот этот специальный человек Имеет и чуть больше времени И самое главное Более высокий уровень образования В этой сфере Для того, чтобы выявить Что для человека важно И на чем сконцентрировать Свои усилия Настя, как ты себя чувствуешь сейчас? Сейчас хорошо Если бы не некоторые мелочи Я бы вообще сказала Что ничего и не было Ничего и не было, да? Но буквально вчера У тебя появился пост Опять же в соцсетях Что ровно год назад 4 февраля Ты вышла из комнаты Да, именно так Этот год был прожит Счастливо? Хорошо? Достойно? Ну Это непростой был год Но в любом случае Это такой необычный опыт Что бы ты сказала тем Кто сейчас нас смотрит Видит тебя улыбающимися Всегда улыбающимися Всегда улыбающимися Это правда Да Вот что бы ты сказала Этим людям сейчас? Да Вот они понимают Что у них вот такая проблема Они и онкология Вот что бы ты им сказала Пользуясь прямым эфиром Нашим сейчас Очень трудно советовать что-то Потому что такой Одной таблетки От того, как справиться с собой Не существует совсем Мне вот показалось Когда все это произошло Я была совершенно удивлена Тем фактом Что оказывается Меня любят столько людей Это правда Верьте, что вы нужны Вы нужны в первую очередь Тогда, когда вы живы и счастливы Потому что, наверное, когда вы не живы Никому радости ты не достанешь Вы и себе не нужны Да Ну а пока мы посмотрим Как проголосовали наши телезрители Вы верите в победу над раком Верите ли вы? Такой вопрос задали И вот такой результат Мне нравится, как распределились голоса Сейчас меньшинство 12% голосуют Нет, от этой чумы нет лекарства То есть это меньшинство, которые не верят Но я надеюсь, что благодаря нашей программе Их еще меньше стало Далее 16-17 почти процентов говорят Что есть болезни и пострашнее Что вы нам тут про онкологию рассказываете В мире того, что происходит И более 70% это вариант лидер Да, ученые обязательно найдут способ И это, наверное, главное Сергей Викторович, найдут Я думаю, что на некоторые вопросы Мы уже получили ответы К сожалению, наверное, не будет универсального решения Вот иллюзии, что мы придумаем Одну единственную таблетку Которая справится со всеми видами Злокачественных опухолей Наверное, такого не произойдет Хотя очень бы хотелось Но практически по всем направлениям Даже за последние 5 лет Настолько сильные изменения В плане наших успехов По разным направлениям И в плане возможности диагностики И в плане лекарственной терапии И в плане лучевой терапии И подходом к хирургической тактике По очень многим направлениям Даже за последние 5 лет Очень сильные подвижки И эти подвижки не останавливаются Поэтому, безусловно, в этом направлении Надо работать и успех уже есть Ну что ж, на этом мы сегодня ставим точку, но это только сегодня. К этой теме мы обязательно будем возвращаться в наших дальнейших эфирах.